Традиционно на форуме субъекты Российской Федерации оформляют красочные экспозиции, которые иллюстрируют инвестиционные предложения. Администрация города подготовила соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Вот, например, макет Приморской набережной Центрального района. Ищем инвестора. Проект очень большой. Общая стоимость двух очередей это 14 миллиардов рублей. Но это все. Это новый пляж, это новый променад, это объекты обслуживания, это новая инфраструктура. Это все то, что должно быть в центре Сочи. Город сегодня этого заслуживает. На форуме самая большая экспозиция более 40 макетов Краснодарского края. В целом представлено 1800 инвестиционных проектов. Только в первом полугодии 2015 года в экономику региона вложено почти 200 миллиардов рублей инвестиций. Кубань сохранила тем самым инвестиционное лидерство в Южном федеральном округе. За годы своей работы форум в Сочи стал главным инвестиционным мероприятием страны. Три дня конструктивного диалога бизнеса и власти. В пятницу 2 октября на пленарном заседании с участием председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева будут обсуждаться самые острые вопросы развития экономики. Немаловажно понять секрет успеха инвестиционного климата на местах. Опыт показывает, что многие решения разрабатываются и внедряются на уровне муниципалитета. А потом такая практика становится ориентиром и в других регионах. По примеру, Сочи, который стал круглогодичным курортом, в этом направлении сейчас движется и Крым. Одна из основных задач правительства сделать Крым круглогодичным курортом. И поэтому подобные проекты, как тематический парк приключений Диналенд, гоночный комплекс, они будут очень перспективными и востребованными как гостями, приезжающими в Крым, так и местными жителями. Ну а разрядить обстановку серьезности Международного форума поможет необычная выставка «Народное мастерство», которая организована здесь же и отражает самобытность ремесленников. Мне не хочется делать изделия, которые будут стоять и пылиться. Мне хочется делать только то, что полезно. А сейчас я делаю миску для фруктов. В программе культурных мероприятий – фестиваль «Вина Кубани» и фестиваль «Кубанская кухня». Это традиционные народные песни, а также больше с пампушками, пельменей и вареники. Мы хотим показать наше гостеприимство, гостеприимство нашего края, поэтому здесь сделано, как вы видите, все с любовью, с радостью.